Знакомиться, меня зовут представитель Александр Владимирович, занимаясь вопросами обращения с отходом, ну и в целом, охрана окружающей среды. Подгадаю небольшую презентацию о последствиях современного подхода к обращению с бытовыми отходами. Хотелось бы отметить, что на территории Российской Федерации преобладают два направления обращения с отходами. Первое – это полигоны для захоронения с отходами, ну и второе – это мусоросжигающие заводы. Вот здесь вот на слайде представлены кратко цифры, которые образуются на территории Российской Федерации отходы. То есть на территории Москвы это порядка 11 миллионов тонн в год, всего же по России 57 миллионов тонн отходов в год образуются, это бытовые отходы. В основной массе, конечно же, они вывозятся на полигоны, то есть это растут полигоны бытовых отходов. В большей массе своей – это, конечно же, неприспособленные места для захоронения отходов. Это бывшие карьеры, либо другие места, которые на данный момент переполнены. От них происходит воздействие на все компоненты окружающей среды. В первую очередь, это, конечно же, воздействие на земельные ресурсы, также, конечно же, это воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды. Но сейчас очень подробно. Вот рассмотрим на примере полигона Тимохова, одного из крупнейших полигонов на территории Европейской части Российской Федерации, в целом Европы. Как мы видим, вблизи полигона размещаются крупные водные объекты, которые образовались в целом благодаря несанкционированному размещению мусора на полигоне. Полигон не соответствует многим нормативам и стандартам для захоронения отходов. То есть он периодически возгорает, в большей части отсутствует дегазация полигона. Также производится воздействие на подземные и поверхностные воды. Возгорание этого полигона рассмотрим. Выделяется огромное количество загрязняющих веществ, выбрасываем в атмосферный воздух. В первую очередь, конечно же, хотелось бы отметить это канцерогены, которые вызывают очень страшные заболевания у населения. Также это такие вещества, как оксид углерода, диоксид азота. Ну и многие другие, которые уменьшают содержание кислорода в атмосферном воздухе. Люди, проживающие вблизи этого полигона, систематически жалуются на головные боли. По оценкам медиков, вблизи таких полигонов возрастает количество раковых заболеваний примерно в 4 раза. Вот воздействие на водные объекты. То есть, как мы знаем, поверхностный сток должен собираться, чиститься и сбрасываться в водные объекты. В таких полигонах образуется так называемый концентрат, фильтрат. Это такие загрязненные стоки, которые должны чиститься, но, к сожалению, не всегда они очищаются. Их по большей части не очищены, сбрасываются в водные объекты. Такие загрязненные стоки содержат огромное количество загрязняющих веществ. Здесь в верхней части слайда я представил перечень загрязняющих веществ, которые сбрасываются в водные объекты. Ну, вот эти загрязняющие вещества, они, конечно же, уничтожают всю их серфауну водного объекта. Уничтожают водную биоту, околоводные растения. Ну, такую воду, естественно, нельзя использовать ни для питьевых нужд, ни для хозяйственных нужд. То есть, эта вода полностью увольствия из хозяйственного оборота. Также производится, конечно, воздействие на подземные воды. Отсутствие гидроизоляции в нижней части полигона, ее разрывливой информации со временем при захоронении приводит к тому, что производится загрязнение подземных водоносных горизонтов. Это также приводит к тому, что вода, которая может быть использована как для хозяйственных нужд, так и для питьевых нужд, она впоследствии не отвечает своему значению. Эта вода не будет использоваться ни для питья, ни для полива растений. То есть, это техническая вода, которая может быть использована только для каких-либо технологических процессов. Также стоит отметить, это рост синотропных видов вблизи полигонов. Наша территория, я имею в виду Московскую область, более северные регионы, они находятся в зоне повышенного увлажнения. На болотах, на зонах повышенного увлажнения большое количество крылососущих насекомых. Естественно, они будут кусать не только мыши, крыс, которые проживают на территории вблизи полигона, также будут кусать и человека. Будет производиться, ну и уже производится сильное воздействие на человека, это серьезные заболевания, которые вызывают именно нарушение санитарно-бактериологического состояния. Следующий, пожалуйста. Ну а теперь перейдем к современному выбору полигонов, которые строятся на территории Российской Федерации, которые вызвали такой серьезный общественный резонанс. Полигон на станции ШИЭС и полигон в Калужской области, вблизи деревни Михали. То есть основной критерий выбора земельного участка – это отдаленность населенных пунктов. Вот этот слайд я взял из презентации экотехнопарка ШИЭС. То есть, как мы видим, основной критерий, как я уже озвучил, – это отдаленность населенных пунктов. Какие-либо другие экологические аспекты, они вообще не принимают рассмотрение. То есть строительство началось без какой-либо разрешительной документации, без согласования с инспектирующими органами, ну и в разрез с существующим законодательством. То есть это в обоих случаях и в Михалях, и на ШИЭСе – это незаконное строительство. Следующий слайд, пожалуйста. То есть, как я уже озвучил, это низкая численность населения, отдаленность населенных пунктов. Как мы видим, по Ленскому району, вблизи ШИЭСа – это менее 12 тысяч населения. А по Михалям – также очень низкая численность. Это в порядка 100 человек, на данный момент проживают 200 человек в этой деревне. Ну вот это природа станции ШИЭС. Как мы видим, это болото, заполоченное место. Ну это вот фотографии сделаны в зимний период, далее будут фотографии в летний период. То есть это нетронутая территория. Там природа сохранила свою полную видовое разнообразие к началу освоения региона. Мы видим, там животный мир представлен различными видами, которые характерны для территории Европейской части Российской Федерации. Они действительно проживают. У нас эти виды есть. Вот, да, теперь рассмотрим незаконные строительные работы, которые вот на ШИЭСе ведутся. Это, значит, вырубка древесной растительности. Это строительство линейных коммуникаций, плембки и автодороги. Были линия водозаборных скважин, ну и вообще отсыпка территорий. Изъятие торфяного торфа, это почвенно-растительный слой, который присутствует на болотах. Ну и засыпка его песчаной гравийной смесью. Вот на этом слайде мы видим незаконное строительство линии электропередач. Также видим вырубку древесно-кустарниковой растительности. Ну это все также работы происходят без какого-либо согласования. Вот это тот же ШИЭС, то есть мы видим везде вода присутствует. То есть это заболоченность территории. В период, когда на этой станции были ГУЛАГи, то есть в середине прошлого века, на этой территории даже людей не хранили. Их вывозили в другие населенные пункты, потому что на болотах хоронить людей нельзя. А вот наши власти решили, что там можно теперь захоранивать отходы. Когда произрастала древесно-кустарниковая растительность, еще каким-либо образом вот эта вот влага поглощалась растениями. Теперь же, когда вырубили всю древесную растительность, заболоченность очень сильная. Значит, у них, ну у них это имеется в виду, у заказчика работ, у строителей на территории ШИЭСа. Тонут бульдозеры, тонут экскаваторы. Ну вот, незаконные работы до сих пор продолжаются, хотя нам говорят, что они приостановлены на данный момент. И строительная техника присутствует, и рабочие персоналы, и самое главное охрана. Это Росгвардия, ЧОП, полиция и ДПС, которые присутствуют на территории станции ШИЭСа, прилегающей территории. Вот это вот станция, это вот Михали, экотехнопарк Калуга, так называемый. Также мы видим, он расположен на территории нетронутого лесного массива. Вблизи находятся земли сельхозназначения, поля, на которых до недавнего времени производилось сенокошение. До этого там высаживали культурные растения, которые использовались в пищу людьми. Ну а на данный момент сейчас ведется строительство, уже построено полигоны для захоронения отходов. Также хотелось бы по вот этой вот местности отметить, что по сообщению местных жителей, вот эти вот земли сельхозназначения также поддержаны подтоплению. Там в результате изыскательских работ обнаружены были грунтовые воды, которые также подходят практически к поверхности. То есть что на ШИЭСе, что на Михалях, в соответствии с Р5-й статьей водного кодекса, захоронение отходов запрещено, потому что это подтопление территории. Александр Владимирович, много вас? Нет, ну все, я заканчиваю. Теперь к чему мы все-таки, к чему это все приводит? Это вот столкновение на станции ШИЭС, когда экологические активисты, выступающие против незаконного строительства, вставали грудью на автодорогах при подъезде техники строительной, при подвозе горюче-смазочных материалов, строительных конструкций. Ну и происходили, конечно же, столкновения не раз с частными охранными предприятиями. Полиция бездействовала, она никоим образом не защищает права местных жителей. То есть она защищает только права ЧОПа. Заводятся уголовные дела на экоактивистов. Вчера вот буквально так же одного из экоактивистов приговорили к 400 часам работ исправительных. Это вполне нормальные вещи для территории ШИЭС. Там российское законодательство не действует. Там действуют бандитские законы мусорной мафии. Следующий слайд. К чему опять-таки это все приводит? Это митинги, стихийные митинги. Некоторые митинги мы все-таки согласуем. Во всех населенных пунктах Республики Коми, Архангельской области, иных городах переводятся массовые пикеты, одиночные пикеты. Митинги в Архангельске по 10 тысяч человек собирали эти митинги. В Сыктывкаре также не бывал эксплеск народной активности. Там порядка 10 тысяч людей также вышли на митинг. Причем, следующее слайд. Это вот митинг в Архангельске. Там по некоторым посчетам было порядка 25 тысяч человек на митинге. Следующий слайд. А вот в Сыктывкаре, как мы видим, ни одного российского флага на митинге не было. То есть люди выступают против строительства полигонов, обвиняют в этом во всем московские власти, власти Российской Федерации. Ну и, конечно же, этот митинг должен о чем-то заставить задуматься власти Российской Федерации. Ну все, в принципе, я закончил. То есть хотелось бы от себя добавить, что ситуацию с отходами, конечно же, надо менять. Меня не надо сегодня, потому что у нас не будет завтрашнего дня, если мы не сможем что-либо сделать со своими собственными отходами, которые мы же производим. Спасибо.